13.06 в Кирове на 101.fm особое мнение. Меня зовут Юлия Афанасьева. Напротив меня сегодня сидит Михаил Шевелёв, наш постоянный эксперт и руководитель Кировского отделения политической партии и гражданской платформы. Михаил, добрый день. Юлия, добрый день. Здравствуйте. Очень рада вас видеть. Михаил, давайте начнём с самой больной темы для нашего региона – с бюджета. Об этом уже много в этой студии говорилось, и я вас вчера просила при подготовке к эфиру изучить тему. Ну, я на самом деле, самое простое, что я делал, это я посмотрел презентацию, должен сказать, что её ежегодно готовят. Открытый бюджет 2017, да? Да, открытый бюджет. И на самом деле я знаю, что в своё время даже в школах, собственно говоря, рассказывали, были такие онлайн, скажем, разъяснительные работы, и ребятам показывали, рассказывали. Сам подход интересен очень. То есть я посмотрел, вот, скажем, такой самый простой ликбез, то есть не для слишком умных людей. Ну, а если не законопроект с пояснительной запиской? Нет, это я не смотрел. Ну, хорошо, Михаил, вот какое у вас впечатление оставил этот документ? Ну, если честно, как бы я не ожидал каких-либо взлётов, какой-либо креативности при составлении данного бюджета. Всё-таки этот документ очень консервативен. То есть он сделан по тем же лекалам, по тем же подходам, которые существовали у нас последние, я даже не побоюсь этого слова, лет 20. То есть за основу принимается информация прошедшего времени, да, то есть, и с учётом классической плановой экономики стараемся не слишком что-то там завысить, не слишком занизить, ну, и как-то оптимистично преподнести, что будет некоторый рост. Вот, и это здесь тоже протлеживаться, за исключением одного элемента, который мне не очень, скажем так, понравился, потому что, скажем так, показатели доходной части, в части налога на прибыль, в части налоговых доходов, всегда, они представлены как предварительные плановые показатели. То есть, а предварительные плановые показатели, как показала практика, они, ну, не сложатся, и того, по году, ну, как минимум, уже есть информация там даже в открытых источниках о том, что где-то в районе там 2,5 миллиардов мы недособираем собственных доходов, и, соответственно, вот на эту цифру, которая записана в этом документе, ну, мы точно не выйдем. Поэтому вот это вот некоторое там желание немножко приукрасить, возможно, да, то есть оно, конечно, присутствует, ну, и любой менеджер, вот я, сколько сталкиваюсь, скажем так, да, с управленцами, то есть они перед своими, там, акционерами или, там, перед хозяевами всегда хотят казаться немножко лучше, чем здесь на самом деле. Поэтому это естественно для меня не было там каких-то неожиданностей. Ну, вам не кажется, что вообще бюджет это такая штука, в которой очень сложно проявить какую-то креативность? Вообще бюджет такая штука, которая требует очень четкого целеполагания. Для чего делается этот бюджет? Какие основные, скажем так, цели перед собой ставит правительство, ну, на этот краткосрочный период, хотя бы даже на один год? Здесь очень явно просматривается одна простая банальная цель – сделать бюджет бездефицитным, да, чтобы у нас денег хватило на все, что мы предусмотрим по расходам, и для этого мы должны максимум повысить собираемость, ну, скажем так, нашей собственной доли, то есть налогов, ну, не налогов, поступлений там, в меньшей части. То есть желание повысить, там, скажем так, собираемость налогов заработной платы, то есть оно очень большое, то есть несколько задач прописано в части обеления зарплаты там, да, вот, и, так, должен сказать, что по сравнению с прошлым годом, насколько я помню, я прошлогодний бюджет, ну, давно не смотрел, ну, не сравнил, по крайней мере, но на первом месте появилось повышение эффективности лесного хозяйства, то есть повышение вообще эффективности использования главного природного богатства появилось на первом месте в этом бюджете, и это внушает некие такие перспективы, ну, то есть там ожидания, по крайней мере, да, что всё-таки выстраивание более долгосрочных отношений, ну, то есть долгосрочное закладывание более такого основательного фундамента на долгосрочный период в этом бюджете, ну, скажем так, будет предусмотрено. Хотя, честно, я не знаю, что можно сегодня сделать такого в лесной отрасли, чтобы заложить долгосрочный фундамент развития для, ну, такой, как, скажем так, очень быстро что-либо сделать. Ну, вот я об этом и хотела спросить. Очень много сейчас говорится о повышении поступлений, да, от использования леса и от этой отрасли, но я не совсем понимаю, как это собираются сделать, вот, понимаете ли вы? Ну, мы сейчас иритировать, наверное, не будем, да, то есть я так полагаю, что в той парадигме, в которой вообще власть существует в Российской Федерации, будет сделана ставка на каких-либо крупных игроков. Условно говоря, у некого успеха и у некого провала должно быть имя. И здесь будет, ну, вот этот выбор, возможно, сделан, да, возможно, появится кто-то, крупный инвестор, который, ну, возьмёт там леса, лесные угодики, которые будут отобраны у проштрафившихся, да, вот, и, соответственно, вот эти элементы будут сделаны, и с ними будут выстроены отношения. Я не думаю, что институционально это сильно обогатит наш край, потому что, опять же, как показывает практика, очень легко перенести в Центр принятия решений из города Кирова, там, город Москву, да, и, соответственно, управлять прибылью будем, опять же, мы не здесь, а, соответственно, и налоговым поступлением по налогу на прибыль будем не здесь. Я полагаю, что будет сделана простая вещь, то, чтобы собирать как можно больше здесь того, что мы здесь можем собирать. Ну, например, там, увеличить, там, сумму арендной платы. Уже говорят о том, что будут, там, лесные аукционы, и, соответственно, это мы здесь можем отконтролировать и получить. То есть не ждать налог на прибыль. Вот это смещение, оно произойдёт. Может быть, в большей степени там будет увеличено, там, где-то акцизы, да, то есть то, что мы здесь можем проконтролировать. Вот. Допускаю, что будет пересмотрена на федеральном уровне какая-либо политика с точки зрения перераспределения налога на прибыль, ну, и оставлением в большей степени. Сейчас часть остаётся в регионе, часть уходит в федеральный бюджет, правильно? А помните процент? Я вот не помню. Я сейчас не скажу на память, по-моему, в районе 20% это местный, ну, то есть, скажем так, региональный бюджет, и где-то порядка 80% это, ну, 4%, то есть в пределах 4% мы льготу можем предоставлять, а 20% то есть это ставка налога на прибыль, соответственно, это где-то 20%. То есть, вот так. Хорошо, вот. Ну, я чё-то скажу, да, налог на прибыль, и с точки зрения вообще, он очень серьёзно зависит от ценообразования, он зависит от вот тех холдинговых промышленных групп различных, да, то есть, ну, он зависит от центра принятия решения, потому что у нас здесь есть, например, производственная площадка, где-то в Москве есть или там на Урале есть торговый дом, и очень часто прибыль туда выводится, и там формируется основная налоговая база по налогу на прибыль. Ну, это всё понятно, да, если, например, предприятие составляет холдинг, допустим, да? Да, 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 и у нас, к сожалению, вот я очень часто говорил о том, что центр принятия решений не здесь, и он как раз ведёт к формированию налоговой базы, к рискам утекания налоговой базы в других регионах, и вот так показала практика, сейчас это произошло, это произошло в очень большой степени в связи с оттоком налогоплательщиков в другие регионы. Вы сейчас рассказываете историю практически Уралхима. Уралхим – это просто очень заметно, то есть это очень, так скажем, серьёзная сумма, то есть это 5% бюджета, да, и она, конечно же, просто та сумма, которая на устах у всех, ну, то есть, ну, не на устах у всех, но те специалисты, которые понимают, они знают. Про пресловутые 2,5 миллиарда, мне кажется, спрашивают уже практически все, кто хотя бы что-то понимает. Ну, это спрашивают, наверное, вот в нашем фоне окружений, там, да, те специалисты, кто понимают. Ну, я знаю, что вот были публичные слушания по бюджету, и этот вопрос, опять же, задавался. Да, да. Вот я нашла в интернете, я сейчас прокомментирую, потом мы уйдём на небольшой перерыв. 2% налога на прибыль уходит в федеральный бюджет, 18% остаётся в региональном, базовая ставка 20%. Значит, 10%, которые, собственно говоря, остаются в оригинальном бюджете. 10% в общей сумму налогу. Вот сейчас 2% уходит в федеральный бюджет, 18% остаётся в региональном. Всё хорошо понятно. Мы сейчас уйдём на перерыв, я напомню, что это особое мнение Михаила Шевелёва, через минуту мы вернёмся. Мы возвращаемся в студию на 101.фм, программа «Особое мнение». Это Михаил Шевелёв, руководитель регионального отделения партии «Гражданская платформа», наш постоянный эксперт. У микрофона всё так же Юлия Афанасьева. Михаил, давайте немного продолжим про бюджет. Мы уже с вами упомянули 2,5 миллиарда рублей налога на прибыль от компании «Уралхим». Вот я о чём хочу спросить. Изначально, когда Игорь Владимирович приехал в наш регион, насколько мне известно, постановка задачи была такой, что все предприятия, которые от нас ушли, надо к нам вернуть. Все крупные предприятия, которые ушли и, соответственно, увели за собой налог на прибыль, нужно к нам вернуть. Недавно были слушания по бюджету, и Игорю Владимировичу задали этот вопрос как раз, а что же делать с 2,5 миллиардов рублей налогов от «Уралхима», и у него изменилась риторика. То есть Игорь Владимирович напомнил, что всё-таки предприятие здесь платит другие налоги, которые полностью остаются в бюджете, и вообще вопрос присутствия «Уралхима» в регионе – это в большей степени вопрос инвестиционной привлекательности, нежели чем наполнение бюджета. И для меня была удивительной смена риторики. Вы как для себя это объясниете? Давайте я для себя делаю немножко такое отступление. Во-первых, насколько я понимаю, 2,5 миллиарда – это не всё «Уралхима». То есть я такую цифру, что именно сочетание с «Уралхимом» я не скажу. Возможно, 2,5 миллиарда – это как бы львиная доля, скажем так. Это те ожидания от «Уралхима», которые они оправдали. Они, в принципе, в законах всё поступают. Они имеют это право. То есть у них они ничего не представляют. Нет, 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 абсолютно. Вот. Значит, в риторике господина Васильева, насколько я, по крайней мере, читал, да, то есть средства массовой информации, возможно, там, как интерпретация была, но я не слышал вот такого уверения о том, что всех вернут. В принципе, ну, из той смотрительности, которая существует у Игоря Владимировича, подозреваю, что всё-таки в большей степени говорилось о том, что с ними нужно работать. То есть нужно работать, чтобы они возвращались, чтобы они здесь платили и так далее. А сейчас смена риторики, скорее всего, связана с тем, что всё-таки я бы разделил ветви власти. То есть налоговый орган – это всё-таки федеральный орган власти. И орган власти, который взаимодействует с, скажем так, правительством, губернатором. И у налогового органа свои задачи, ну, собственно говоря, у руководителя налогового органа могут быть свои задачи, связанные с собираемостью налогового. Понимаете? Я, по крайней мере, очень много таких, ну, не много, но знаю случаи, например, когда вроде бы налоговый орган должен в тесном сотрудничестве с муниципалитетами работать. То есть нужно же собирать там налоги на имущество, на землю, да. И вроде бы, знаю, глав, которые обращаются в налоговый орган, говорят, вы нам дайте, кто мы с ними поработаем, чтобы они собрали. Наш же бюджет муниципально попадает. Вот налоговый орган отмахивается и говорит, что, ну, типа, не ваше дело. Когда надо, дадим. А дают тогда, когда уже поздно. Ну, то есть дали вот сегодня сведения о том, кто должен заплатить, да. А ведь бюджет-то, он уже там, год-то почти заканчивается, и эти деньги, которые они, возможно, соберут в декабре, там, поработают, ну, всё по закону, но деньги поступят не тогда, когда надо муниципальному образованию. И вот эти вот трения, которые существуют между муниципальным, государственным органом, налоговым органом, они, конечно же, очень серьёзно влияют на, скажем так, на всю систему бюджетного процесса. Я допускаю, что она когда-то, ну, будет изменена. То есть будут какие-либо внесенные изменения в бюджетный процесс, которые позволят, ну, более, что ли, оперативно реагировать и собирать налоговую. И в этом плане, возможно, риторика-то тоже губернатора, ну, то, что может измениться, она будет сталкиваться просто с теми обстоятельствами, которые фактически сложились. У нас есть система. Я, насколько я знаю, Игорь Владимирович, он, ну, вот, это первый регион, которым он управляет, да? То есть есть, естественно, какие-то вещи, которые для него будут открытыми. И это всё в рамках закона, но и в рамках системы. Но вот куда деваться? Куда деваться от того, что есть практика, что деньги выделяют, там, на ремонт дорог в ноябре? Вот куда от этого денешься? И вроде дороги надо делать, и вроде деньги выделены, ну, вот, как поступить? Понимаете, такая дилемма, которую нужно будет решать. И вот здесь, с точки зрения возврата налогоплательщиков, я думаю, что, к сожалению, время очень серьёзно потеряно. Я даже думаю, что в этой части потерян диалог с налогоплательщиком. То есть, что бы ни говорили, что бы ни обещали, на сегодняшний день здесь есть... По словам, налогоплательщикам потерян диалог? Нет, ну, с точки зрения Уралхима, я думаю, что будет искаться некий компромисс. То есть, они в данном случае не увели базу, они сделали базу консолидированную. То есть, где-то есть просто чуть более прибыльное подразделение, где-то есть немножко убыточное подразделение. И они их объединили в холтинг. И как мы заставим руководство, там, акционеров этой большой компании делать так, что давайте-ка вы там убытки на себя возьмите, а здесь налог на прибыль заплатите. Ну, это нелогично. С точки зрения капитализма, это, в общем-то, неправильно. Хорошо, а может ли заставить региональная власть перерегистрировать холтинг полностью в Кирове? Юлия, это не даст эффекта, потому что есть разные подразделения. Есть консолидированная отчетность, есть возможность сдавать отчетность по консолидированной... Ну, я понимаю, здесь мы получили большую прибыль, там мы получили большие убытки. Убытки мы учитываем в прибыль. Просто общая сумма налога на прибыль, которая по всем платится, она стала меньше. То есть вот такая налоговая оптимизация в рамках холдинга. И это, в принципе, законно. Я думаю, что тут есть процесс, который будет продолжаться властью, это процесс диалога. То есть если мы здесь недополучаем, давайте мы где-то дополучим. А где мы дополучим? К сожалению, вот эта практика, да, давайте мы вам здесь участок выделим, дом построите, а здесь вы нам фонтан построите. Она, конечно, порочная, но власти на неё идут. И я думаю, что здесь в масштабах области тоже такая же, может быть, какая-то конфигурация. Здесь вы помогаете делать детские площадки на половине территории Кировской области, от которой выбирался у нас депутат Государственной Думы, да, помогаете какими-то текущими проблемами. А здесь, ну, здесь вот так получилось, мы налог на прибыль не заплатили. Вот такие вот чейджи, они, к сожалению, возможны. И мы здесь вот контролировать с точки зрения общественности, ну, очень тяжело. А показать нам вот те вектора развития, ну, это было бы очень здорово. То есть те механизмы, благодаря которым будет строиться диалог предпринимателями с налогоплательщиками, те гарантии, которые будут даваться для инвесторов на территории Кировской области, вот это, ну, тут нужны действия, нужно посмотреть, как это будет совершаться. На сегодняшний день нет примеров того, как будет новая власть, собственно говоря, действовать по отношению с инвесторами. Михаил, если я правильно поняла из всей вашей речи, да, видимо, вы не верите в то, что региональная власть может вернуть, заставить снова бизнес перерегистрироваться в Кировской области. Я не верю в то, что это можно делать быстро. Я думаю, что власть должна совершить, там, 3, 4, 5, 10 шагов, не требуя взамен ничего, с тем, чтобы формировать к себе доверие и на этом доверии формировать, ну, собственно говоря, обратный процесс регистрации. А что это должно быть за шаги, Виш? Ну, я, честно говоря, вот могу просто примеры, может, приводить, там, да, Калужской, там, области. То есть, когда они, с точки зрения привлечения инвесторов, там, не ожидали, там, не какого-то встречного шага со стороны инвесторов, да, давайте вы к нам придёте, а мы вам поможем, а совершали свои действия, там, да, там, упаковывали где-то площадки, искали инвесторов, там, затягивали, переманивали, там, Volkswagen, там, в Ярославской области, там, и так далее. То есть, здесь тоже должны быть какие-то такие реальные действия. Ну, вот, самое простое действие, а как будет строиться дальнейшая жизнь технопарков, которые фактически построены, да? Ну, там никого нет. Как будет строиться формат работы, вот, с теми потенциальными резидентами этих технопарков? Ну, задача-то ведь нетривиальная. То есть, требовать от экспертов сейчас, ну, раз вы это самое-таки скажите, ну, это неправильно. Это нельзя взять так из головы, там, придумать, там, ляпнуть что-то, и всё, там, заработало, и, там, с этим спорить. Это должна быть серьёзная рабочая группа, рабочий процесс, там, план работы. Я знаю, как строили, например, в Казани IT-парк, да, то есть, у меня просто знакомые, которые от аудиторов входили в эту рабочую группу. То есть, от аудиторского сообщества был человек, и когда, там, дошли до определённой точки, когда, ну, там, вопрос по финансированию, они в эту сторону посмотрели и сказали, так, ребят, вот мы сюда вложили, там, 2 миллиарда. Вот мы понимаем, что нам сейчас, чтобы достигнуть наших стратегических целей, у нас были тут IBM, там, Хьюлитт Паккарт, там, ну, такие, там, Microsoft, там, да, нам нужно ещё вложить, там, условно, миллиард. И нам для этого нужна система, при которой мы этот миллиард могли бы найти где-то. Давайте-ка вы поработаете вот в этой рабочей группе, и найдёте нам источник, в котором мы бы могли его найти. И что для этого нужно, и предоставите вот этот план действий по этому, в рабочую группу. И они уже, там, начали думать, там, анализировать программы, которые есть, там, на российском уровне. Там, условно говоря, нашли Роснано, там, с проектами, там, там, провели переговоры. Ну, вот этот процесс, понимаете. И тогда появилось, там, с одной стороны, там, финансирование, с другой стороны, там, договорённости, с третьей стороны, там, одобрение, со стороны, там, госсовета, там, татарского, там, каких-то, там, конкретных дел. Вот, ну, они были нацелены на конкретные, там, действия, на конкретную цель. У нас в прошлое все цели, вот такие, инвестиционные, они заканчивались на глаголе построить. То, как дальше это будет жить, то, как будет работа с предпринимательским сообществом, там, с человеческим капиталом, там, скажем, там, ну, и так далее, то есть, ну, не было. Или его было недостаточно, если, там, быть более корректным, аккуратным, там, да. Вот. Поэтому, на мой взгляд, конечно, вот сейчас, на мой взгляд, есть кадровый голод. Так, хорошо, Михаил, вот давайте, шаг первый. Выстроить работу с инвесторами в промпарке. Шаг первый – обозначить чёткую стратегию и обозначить некие, там, планы достижения, там, на пятилетний, там, период, например, да, то есть, какие там должны быть. И, собственно говоря, кадровыми решениями подтвердить серьёзность этих намерений. Шаг второй. Шаг второй – создать реально действующее рабочее, там, я не знаю, как их назвать, рабочая группа, может, уже заезженное слово, но некие, запустить проектный режим в этом направлении, опять же, с конкретными, там, сроками, пониманием и так далее, там, ну, результатами. Ну, сама модель у успеха и неудачи должно быть, как бы, должна быть фамилия, она, на мой взгляд, правильная. Но, с другой стороны, это является также ограничением для проектной деятельности, потому что там вопрос не только лояльности, там, вопрос профессионализма очень большой. И умение выстраивать, там, в коммуникационном режиме разные вещи, там, да, то есть, ну, не нравится он, там, власть ему не нравится, он власть не нравится, но если он может это сделать, может делать качественно, почему его не привлечь? То есть, вот, такие вещи, ну, честно говоря, пока, пока я не вижу таких сильных, скажем так, плюсов и минусов, или там, вопрос доверия, недоверия у меня, как бы, не формируется по отношению к сегодняшнему правительству. Я предлагаю на этом прерваться, уйти на рекламу. Я напомню, что это особое мнение Михаила Шевелева, руководителя Кировского отделения политической партии «Гражданская платформа». Через пару минут мы вернемся в студию. Ну что же, мы возвращаемся в студию, я напомню, что это особое мнение Михаила Шевелева, руководителя Кировского отделения политической партии «Гражданская платформа». Меня все так же зовут Юлия Афанасьева. Миш, давайте закончим на третьем шаге, да, которая должна совершить региональная власть навстречу бизнесу, и пойдем уже к другим темам. Ну, слово «должна-то», ведь, на мой взгляд, не совсем правильная. Хорошо, который стоит совершить региональную власть. Возможные шаги, скажем так, да. То есть, на третьем шаге, конечно, должен быть диалог, диалог, собственно говоря, с предпринимателями. И этот диалог должен, ну, в достаточно прагматичном ключе висеть. То есть, мне вот в некотором смысле понравилось некоторое, ну, я, к сожалению, не был там на заседании управления палаты, да. Но есть некоторые вещи, которые, грубо говоря, исключают воду. То есть, есть конкретные проблемы, мы их решаем. То есть, на сегодняшний день, понимаете, как бы, развитие общества, оно сейчас вот так строится, что сначала мы укрупняли все. Сейчас время деталей. Время конкретных деталей, время конкретных решений. Конечно, плохо будет, если в ручном режиме будут решать, ну, как бы, задачи, там, каждого, там, индивидуально. Это неправильно, нереально. Но на примере этих решений создавать систему решений, как бы, да, то есть, вот такую для предпринимателей, ведь, да, просто очень простой на сегодняшний день. Нужно, чтобы маразм было меньше. То есть, нужно снизить, как бы, количество вот этих ненормальностей, просто их снизить до приемлемого уровня. Их совсем не избежать. Как это самое, профессор Соловеев в одном из интервью сказал, я где-то писал про это, то, что снизить надо уровень коррупции. То есть, с этих баснословных цифр, там, в 60, там, в 30 процентов, дойти, там, до кофеанских 2 процента, условно говоря, это огромный шаг вперед для экономики. То есть, и вот если эти механизмы будут реализованы, снижение маразмов, в общем-то, в деятельности бумаги ради бумаги, там, условно говоря, или встреч ради бумаги, там, или еще там. То есть, нужно экономить время, экономить, собственно говоря, энергию и направлять ее в русло, ну, достаточно прагматичное. Вот если эти вещи будут сделаны, будут донесены в диалоги и совершены на примере, то, мне кажется, там, люди-то ведь, у нас очень много хороших верующих людей во власти, их много. То есть, они откликнутся на это, то есть, им будет дана дорога, а не тем, кто умеет создавать, ну, условно говоря, там, работу из ничего и потом успешно преодолевать это ничего в виде, там, каких-то решений. Хорошо, Михаил, вот, хотела еще с вами поговорить про кредиты. Наша область сейчас собирается взять банковский кредит для того, чтобы рефинансировать кредит бюджетный, который мы не отдали. А как вы к этому относитесь? Я отношусь к рефинансированию долга. Вообще, когда ты должен, самое главное, не останавливаться. В смысле, еще брать? Нет. Нет, то есть, тут вопрос движения очень важен, потому что, если ты перестаешь двигаться, ну, грубо говоря, должен и должен, делайте, что хотите, там, да, это автоматически приводит к таким проблемам, к банкротству, к дефолту, ну, и прочим вещам. Любой кредитор, ну, там, знает, что если должник, он, как бы, делает все возможное, он демонстрирует, он не прячется, он, собственно говоря, там, старается, там, да, где-то перехватывается, где-то там еще какие-то действия совершает. Он, и в конце концов, он зарабатывает, он обслуживает этот долг. Он всегда им пойдет навстречу. То есть, он будет видеть, что этот, у него есть потенциал, ну, грубо говоря, из этого выплат. Вот нужно в вёстлами грести быстрее. И в этом плане, в этом плане, перекредитование, если оно возможно, это нормальный, хороший ход. Но вопрос в том, что по исследованиям, которые проведены, да, на мой взгляд, вот та есть красная зона, в которую Кировская область попала, она в том числе попала, потому что... Смотрите, что Вы имеете в виду под словом «красная зона»? Есть определенная красная зона, это те субъекты Федерации, у которых пара показателей, она, ну, не соответствует заданным критериям бюджетной эффективности. Ну, то есть, общий уровень госдолга превышает годовой уровень собственных доходов. И второй показатель, не буду сейчас вспоминать, как бы, там, тратить время, есть второй показатель с точки зрения, опять же, ну, уровня, там, госдолга. Вот, и, соответственно, эти показатели, они, вот, пять регионов, которые есть, да, они, ну, по-разному, там, есть динамика, есть чуть ухудшилась, есть чуть улучшилась, но они где-то, вот, находятся в какой-то таком месте, из которого очень сложно выбраться, понимаете? И поэтому, для того, чтобы у Кировской области появился некий возможный шаг, возможность выйти из этого состояния, там, да, то должна быть некая очень такая масштабная программа, ну, вот, как выходят из кредитов, там, условно говоря, там, крупные предприятия. То есть, если появляется, там, новая эффективная, там, команда, да, у неё есть идея, как выйти из этой ситуации, они, конечно, они, в первую очередь, потуже затягивают пояса. То есть, они из того, что есть, выжимают максимум, ну, то есть, эффект выжимания, там, воды из сухого полотенца, условно говоря. А резать расходы? Да, это секвестр бюджета, это, собственно говоря, там, максимальное, там, изымание, там, всех возможных доходных составляющих, но наряду с этим они реализуют какой-либо хороший инвестиционный проект, который даёт некую точку роста, ну, то есть, создаёт некую новую возможность. Ну, например, они ищут, там, партнёра, которые на их производственных мощностях готов разместить, там, разместить новое современное эффективное производство. А в Кировской области вы видите вот эту вот стратегию выхода из, как это по-русски выразиться, из-за кредитованности? У нас, да, у нас на самом-то деле ведь есть классические примеры, условно говоря, тех, ну, классические ресурсы, про которые каждый говорит, но каждый почему-то не может раскрыть или там пользоваться. А классические ресурсы – это что? Это месторасположение, то есть, транспортная логистика, это лес, ну, это пресловутый человеческий капитал. То есть, ни одно из этих направлений не раскрывается в полной мере на этой территории. То есть, лес у нас, как правило, там, вывозят, собственно говоря, там, кругляком, то есть, очень немного крупных перерабатывающих предприятий. Люди у нас тоже уезжают, ну, выучившись и достаточно талантливые, там, на уровне замов, министров, там, на уровне топов в компаниях, их-то достаточно немало. Вот. Дальше, что ещё я назвал? И логистика, логистика мы, возможно, проигрываем, там, в силу каких-то, там, лоббистских вещей, когда в объезд у нас строят какие-то транспортные развязки, да. Но мы сами, там, задекларировали в стратегии 2020, что мы должны создать некую свою транспортную стратегию. И мы за 7 лет последних даже не задумались о том, что она у нас должна появиться. Хорошо, Миша, вот вы сейчас рассказали, как это, по вашему мнению, должно быть. А сейчас... Я просто говорю в некем, мазки, штрихики... Так, подождите, подождите, сейчас вы видите в нашем регионе наличие разработанной стратегии. Как мы будем из этой ситуации выходить? Здесь, вот, честно, Юрий, я бы хотел говорить о вере. То есть, когда появляется... Да, вот, ну, в любом... Вот здесь трудовой коллектив, он в упадке, ну, в некем. То есть, понимая, что вот с этими людьми нам не выехать из этого, и он ищет работу. Понятно, да, там, хочет перейти, там, переехать в другую область, там, жить, там, и так далее. Вот здесь у нас сейчас должна появиться вера в руководителя, за которым можно пойти, и куда есть куда пойти-то. Понимаете, чтобы было куда пойти-то. То есть, мы сейчас с вами все в едином порыве должны поверить в кого? В Васильева? У нас должна эта вера появиться. Мы не должны верить. То есть, но, если эта вера появится, то мы можем сделать больше, чем мы делаем ежедневно. То есть, любой эффект воодушевления, он в данном случае может дать пути нам на выход из сложившейся ситуации. Вот нельзя кризисную ситуацию, ситуацию, которой не было, а у Кировской области такой ситуации не было, решить путём применения инструментов, которые есть на сегодня. Эти инструменты должны появиться абсолютно новые. Понимаете? То есть, как сказать, методологически-то даже. Михаил, вот можно я ещё один вопрос задам? У нас осталось 4 минуты, но я очень хочу спросить. Хорошо. Ну, вообще, конечно, странно, что вопрос про стратегию выхода из закредитованности привёл в итоге в конечном квере. Ну, ладно, это оставим. Вот вопрос мой в чём? Когда работала команда Белых, абсолютно не было ощущения, что Кировская область катится в пропасть. Никто ведь в начале лета, например, не знал, что 24 июня арестуют нашего губернатора, а потом уволят практически всё Кировское правительство, и что в области произойдут такие перемены, у нас будет новое руководство, новый губернатор, новые замы, министры и так далее. Этого никто не знал. То есть люди, которые у нас работали, они рассчитывали как-то работать, они рассчитывали как-то наполнять бюджет, где-то брать деньги. И действительно ощущение того, что у нас всё очень плохо не было. А сейчас, когда пришли новые люди, когда вот верстают бюджет 2017, и в каждом СМИ мы видим, что вот предлагают это урезать, это урезать, это урезать. И общий тренд такой, что всё очень плохо. Вот для меня это странно, если честно. Потому что сейчас кажется, что в отдельно взятой области скоро конец света наступит. Да нет, такого-то нет ощущения. Но вот я, во-первых, не соглашусь с ощущением того, что не было ощущения, что всё плохо. Если честно, вот мы когда собираемся к первым советам журнала «Товар, ненький товар», вот это вот ощущение мы всегда старались как-то заглушить поиском позитивных каких-то примеров. Потому что в целом системное ощущение того, что всё плохо, оно, ну, с 2012 года, сколько я владею журналом, собственно говоря, оно только усилилось. То есть по большому счету каких-либо позитивных моментов вот такого вселяющего веру и оптимизм в будущее, их было очень немного. Они были, то есть я могу сказать, но их было очень немного. Вот. И поэтому в целом, я вот не буду врать, там, в первом номере этого же года, там, да, то есть мы писали, и у нас один эксперт всякий, не помню кто, да, ну, просто даже в шутку, ну, вдруг вот в мае, там, Белых возьмут, там, или он, там, переедет на работу в другую должность. Это не Голиков, Белых? Вот как бы, вот не будет его у нас, как бы, это самое, и будут у нас губернаторские выборы. И мы это в серьёзной, полном серьёзе обсуждали, в принципе. Потому что, ну, при сегодняшней, там, системе власти быть зависимым, там, от одного человека, от одной команды, ну, это неправильно. И мы всегда говорили про систему. И вопрос выстраивания этой системы, вот, вот, к сожалению, вся эта система, она оптимизма-то вообще не даёт. И в этом плане говорить о том, что, там, Игорю Васильеву, там, каким-то образом повезло, не повезло, вот, система, это главный тот камень преткновения, который может ему помешать, собственно говоря, реализовать задуманно. Как и была система камня преткновения для Белых в своё время, когда он пришёл, там, говорил, что вот это, это, это. Потом как-то его жизнь очень серьёзно поправила. Очень серьёзно поправила. И вот поэтому я считаю, что нужно работать над тем, чтобы в рамках этой системы создавать механизмы, способные, ну, воодушевлять людей, собственно, там, жить с оптимизмом в будущем. — Опять пришли к вере? — Ну, мы можем поговорить про семантику, то есть, почему, что за этим как бы стоит. Это не просто, там, вера в Бога, там, условно говоря, да, это своё собственное ощущение. Всё, извиняюсь. — Извините, пожалуйста, Михаил, у нас, к сожалению, закончилось время, мы должны выступить эфир нашим коллегам. Я благодарю вас за эфир. Это был Михаил Шевелёв, руководитель регионального отделения политической партии «Гражданская платформа». У микрофона была Юлия Афанасьева. Всего доброго и до свидания. — До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok